Если вы или ваша жена гурманы, вы, возможно, слышали о людях с таким острым вкусом, что они воспринимают еду иначе, чем большинство. Для такого человека сахар слаще, перец горячее, а горечь может быть невыносим. Некоторые из них чувствуют даже мельчайшие различия в жирности молока и других продуктов. Вопрос в том, благо это или нет, остается открытым. С одной стороны, у них улучшенные вкусовые рецепторы, позволяющие наслаждаться многими ингредиентами в их любимой еде. Из таких людей получаются отличные ресторанные критики. С другой стороны, некоторые продукты, включая полезные зеленые овощи, вызывают у них отвращение. Но если основной язык любви вашей жены – физическое прикосновение, думайте о ней как о человеке с обостренным ощущением. Она чувствует любовь и ласку, среди прочего, в самом легком прикосновении к руке или объятиях. Физический контакт, который многие даже не замечают, может восхитить ее, изменить настроение, осветить ее день, и, что самое важное, заставить ее чувствовать себя любимой и окруженной заботой. Количество прикосновений играет большую роль в ее отношениях. Чем ближе она к человеку, будь то к другу или члену семьи, тем больше она наслаждается физическим прикосновением. С этим человеком – крепким объятием с братом, поцелуем в щеку от матери, рукой на плече от лучшего друга. С другой стороны, отсутствие физического прикосновения от близких ее людей может причинить ей больше боли и тревоги, чем могут представить те, кто не говорит на ее языке любви. С ее точки зрения, физическое прикосновение может укрепить или разрушить отношения. Оно может выразить любовь или ненависть. Нежное объятие выражает любовь и ласку для большинства людей, но еще ярче говорит о любви тем, кто общается на языке физического прикосновения. Такой человек может думать, «Все, что есть во мне, находится в моем теле. Прикасаясь к моему телу, значит прикасаться ко мне. Отстраняться от моего тела, значит эмоционально отдаляться от меня. Если прикосновений не происходит, ваша супруга может ощущать, что делает что-то не так. Иногда такие люди могут даже ощущать себя одинокими, несмотря на присутствие людей вокруг них». Муж является главным источником любви и поддержки, и поэтому вы несете ответственность, чтобы удовлетворять потребности вашей супруги. Кто-то может сказать, что это давление. Однако смотрите на это, как на позитивную возможность развивать ваши отношения с супругой. Любовь — это объятие и прикосновение.